привет девочки ждем когда к нам все подключатся и начнем с вами я сейчас я тоже включу чтобы видеть что у нас там происходит в прямом эфире когда вы подключитесь вы пожалуйста ставьте плюсик если вам меня и слышно и видно если хорошо слышно и хорошо видно это сделать ждем девочки немножко всех думаю минутки две подождем пока можете написать из какого города чтобы интересно было кто откуда у нас пришел привет привет ждем ждем всех так я подключилась вижу что все хорошо вроде бы как еще одну минутку и начнем хорошо подождите немножко девочки из каких вы городов удмуртия алматы алматы правильно договорить новороссийск я если вы знаете в краснодаре сейчас нахожусь неправильно уже так говорить я живу уже в краснодаре так девочки присоединяйте присоединяйте еще минутку вот как остановится у нас присоединение так мы и начнем и давайте знаете что еще напишите пожалуйста кто из вас умеет базовые основы строить или у вас есть базовая основа какие-то может быть из журналов когда-то вы накопили чтобы было понятно насколько тут люди собрались которые уже что-то умеют умею не умею или есть например да если не знаете что такое базовая основа напишите а что такое базовая основа и я вам объясню вроде бы как все остановился у нас счетчик что все присоединились всем девочки привет я думаю что вы знаете да раз мы здесь все собрались что я ольга капустиной вы находитесь в школе ольги капустиной сок онлайн-школа сок у нас сок это осознанный метод кроя одежды авторский метод мой личный мы выдаем дипломы государственного образца это так на всякий случай вот уже не умею например пишут струю но приходится много корректировать я учусь у вас то есть знаете базовую основу базовая основа номер один нам сегодня не подходит мы сегодня будем моделировать базовую основу номер два кто наш студент тот понимает о чем я сейчас объясню для всех смотрите базовая основа состоит из вот тут я просто точечками обвела потому что мы будем здесь сейчас моделировать эту часть если вам видно здесь точечки поставлены состоит из полочки две части зеркалит все поэтому надо смотреть не туда не в камеру сюда то есть вот эта полочка две части видите это спинка одна часть или их может также быть две если они тут идет другую сторону двигаться если идет здесь нахлёст друг на друга то так же может быть две части спинки это базовая основа что такое базовая основа это лекала конкретно например сейчас я вам показала лекала конкретно вот этого манекена то есть и шито вот это чехол полностью по той основе которую я вам показала без каких-либо прибавок то есть мы делаем вывод что базовая основа это повторение нашего тела контура полностью тело нашего аватара аватар что такое это повторение нас до повторение нашего тела нашего аватара без каких-либо прибавок вообще никаких нет то есть если мы сшили здесь прибавку к ширине я буду смотреть сюда то что я смотрю тут зеркаль это я путаюсь давайте даже вот так вот я приближу чтобы вам виднее было в эту сторону да сейчас выровняюсь немножко все в другую сторону здесь я такой фильтр специальный поставила который меня не шопит но зато вот вам видно как не переворачиваются буквы так и вот если вы здесь я наверно буду также с вами смотреть тогда будет все понятно имеется ввиду нет нам поближе вот так если вы не прибавили к ширине грудной клетки ничего то когда вы базовую основу надеваетесь она и сухой ткани как в данном случае то она и встанет здесь ровно по грудной клетке да если в талии ничего не прибавили ровно то есть если мы сшиваем базовую основу то получается наш контур фигуры полностью с подчеркиванием абсолютно всех деталей до нашего тела конечно здесь снизу я пристроила днище такое да и здесь пристроила как бы окорочка руки такие да вот а так это базовая основа вот по этому лекалу например когда у меня было ателье базовые основы у меня были на каждого постоянного клиента вот это от манекена я прям его измерила и на него построил эту базовую основу значит когда у меня было ателье были клиенты кто ателье имеет тот знает что клиенты постоянные есть их вообще обязана в принципе ателье для окупаемости иметь для окупаемости она обязана иметь не обязана должно иметь этот ремонт да потому что он приносит 50 процентов прибыли как бы это странно не звучало и несколько постоянных клиентов на них всегда базовая основа под руками клиент пришел буквально на следующий день приходит на примерку потому что мы просто берем это базовая лекала прямо уже на ткани даже можно иногда если не сильно сложная модель которая не сильно моделированная модель то сразу на ткани как например сейчас мы будем делать это можно сразу на ткани сделать что очень простая модель платье водолазка да вот и также были у меня базовые модели просто всех размеров имеется до 42 там 44 46 48 50 но 52 может быть по стандартным измерениям измеряем клиента заказчика новый который пришел и может быть вообще никогда больше не придет вот один раз жизни на юбку закажет или там платье еще она не наш постоянный клиентам и по этим базовым основам вверх спинку буду показывать делаем поправки просто мы прикладываем эту базовую основу на кальку и например ширину спины ширину спины контролирую смотрю что у заказчика ширина спины на один сантиметр на два сантиметра например шире да по моим меркам один сантиметр базе прибавила смотрю плечо нормально у него как у стандарта например высота груди например высота груди смотрю по мерке да вот отсюда досюда мерка есть буду обозначение буду говорить девочки но это обозначение нашего метода сок поэтому кто не знает просто будущее пальчиками показывать о 2g то есть высота груди если у клиента какая-то другая просто точку пониже поставили насколько нужно соединили с вытачкой и так далее то есть имея базовую основу даже просто стандартных размеров 42 там 44 умея грамотно снимать мерки вы можете ее быстро там буквально моментально подкорректировать под какую-то новую фигуру потому что мы все равно все разные правильно так давайте-ка вы сейчас напишите вам понятно что такое базовая основа просто вы не путайте пожалуйста мы сейчас прибавки будем с вами разговаривать о прибавках что вот мы которые сегодня прибавки будем делать напишите понятно или нет я про посматриваю на комментарии которые мы прибавки будем делать мы будем делать прибавки к базовой основе которая повторяет полностью вашу фигуру полностью повторяет мы такие базовые основы и проходим. И что в длительных курсах, что у нас сейчас будет курс 29 числа, начинается курс базового основы, где мы за два месяца изучаем только основы, а моделирование не изучаем. Моделирование там на длительных курсах. И если еще раз повторюсь, просто это очень важно. Если мы сшиваем эту основу, то получается, человек, мы взяли, накрахмалили, набили туда пены, залили, получился манекен фигуры. Понимаете, что такое? И вот к ним уже кожа, ко второй коже. Вот так, наверное, сказать нужно. Вторая кожа. К второй коже начинаем прибавки делать и создаем с помощью прибавок силуэт. Я сегодня в сторис. Я думаю, что все из вас смотрят сторис, да, раз мы здесь все собрались. У нас один пост, конечно, был, что будет прямой эфир. Вот. Я показала разницу. 12 лет назад какие мы платья делали, да, в нашем отелье и в онлайн-магазине. Видели. Давайте общаться, я просто так не люблю вот просто говорить с экраном, что если вы отвечаете, мне понятно, что я разговариваю с вами. Напишите, видели, не видели платья, которые мы шили. Это для онлайн-магазина. У нас, кстати, у одних из первых был магазин онлайн. То есть, когда я вышла в онлайн, все крутили пальцем у виска. у нас с 2013 года, да, нет, с 2012 мы начали немножко, а с 2013 уже в полную силу заработали. Первая онлайн-школа там у нас, ну, две-три было по всей России. Все, не как сейчас там, около 500, да. Вот. И там платьишки, значит, вот видели, пишут. Да, вы видели, все по фигуре, по фигуре, по фигуре. Конечно, сейчас тоже так делают, но в тренде все-таки с прибавками. И сейчас нам нужно с вами решить в тренде с прибавками, то есть, не такое облегающее платье. Все у нас строится из одной этой основы. Вот что то, что это, что 12 лет назад, что сейчас с помощью задавания этих прибавок мы как раз-таки делаем актуальный силуэт на данный сезон, на данную эпоху даже, понимаете, ну, мы это вот дизайнерами проходим, у каждой эпохи свой силуэт и можно вот проследить градацию этого силуэта, да, от приталенных корсетов, там, заужающих даже фигуру, до оверсайза. И нам с вами сейчас нужно решить, мы какое с вами платье будем моделировать. Я буду все время уточнять для другого кроя. То есть, вот, например, мы сейчас с вами оверсайз, да, будем, предположим, моделировать. Я буду говорить, вот оверсайз мы сделали так, а для плотно облегающего столько-то нужно прибавить. Или наоборот, будем делать плотно облегающие, а к оверсайзу я постоянно буду ссылки делать, то есть договаривать. Давайте, пишите, делаем мы оверсайз сейчас, как на, опять, в сториз я два, приложила два варианта, или мы делаем по фигуре. Там тоже прибавки нужны, но другие просто, вот в чем дело. Так, модное пишут. Там, да, плечо мы можем посмотреть, как занижать, не просто его под линеечку, немножко плотно облегающий. Сейчас мы разделимся, скорее всего, 50 на 50, как всегда. Даешь выбор и все, да? Оверсайз. Быстренько, быстренько накидывайте вопросы, ответы. Оверсайз уже вот сейчас оверсайз у нас не плотно выигрывает пока, да? Овер все пишут овер, буду все время делать ссылку на по фигуре, потому что по фигуре гораздо меньше идет. Да, оверсайз больше. По фигуре. Легкий оверсайз. Да, он легкий будет, он не будет. Ну, кто не видел сегодня сторис, девочки, почему не смотрите сторис? И я смотрю, как вы огоньки ставите там, тоже иногда расстраиваюсь, я целый день там эти сторис делаю-делаю, от вас нет огоньков. Думаю, все, не буду завтра ничего делать. Кто, значит, у кого есть друг второй телефон, девочки, сейчас загляните, пожалуйста. фотографии. А, у меня же, у меня есть второй телефон. Сейчас я вам покажу, что я сегодня выставляла, актуальное, какой икрой. Вот его мы, похоже, будем делать. Он не овер-оверсайз, он нормальный. Сейчас, минуточку, я переключусь. Хотя, что переключаться, если я могу зайти так. Минуточку. А кто может с телефона посмотреть, конечно, лучше с телефона, с другого, зайти, потому что, чтобы не выйти сейчас из эфира. Так. Так, так, так. Сама, в собственные сторис. Ой, а я в прямой эфир войду. Не смогу вам показать. Простите. Войду в прямой эфир, получается. Оказывается, невозможно, что ли, в сторис войти? Странно. очень странно. Очень странно. Ладно, не буду вас задерживать. Кто сможет, потом посмотрите, что ли, после эфира. Так, все, начнем, да? Да, девочки, все, кто, видимо, хотел, присоединились. Два человека отсоединились, пошло на нас смотреть. Так, все, я поближе сделаю, чтобы вам было видно. Чем у нас отличается вот такое трикотажное платье от обыкновенного платья? Вот, когда наша базовая основа, вот я ее, эту детальку, просто точечками обвела, чтобы вам было видно, что было, вот, то есть, вот это вот так чертеж выглядит. Это линия талии проведена. Заметьте, это важно. Мы сейчас будем на это обращать внимание. От линии талии у нас одинаковая длина всегда, в нормальных изделиях, всегда одинаковая длина изделия, да? То есть, всегда у нас длина бачка, вот, вот это место, длина бачка, вот это и вот это, оно одинаковое. Длина здесь тоже одинаковая. То есть, если мы сшиваем вот это изделие, да, оно одинаковой длины по боковому шву. Но, и здесь выточка есть, нагрудная, которая потом по моделированию переносится в сухих тканях, костюмных тканях и так далее, переносится куда-нибудь по моделированию. Сегодня мы, наоборот, таки делаем. Не такую выкройку, где есть нагрудная выточка, а где ее, в принципе, быть не должно. Понимаете? Поэтому, мы ее сейчас будем игнорировать, эту выточку. Вот, вроде, простое действие, а знают, да, девочки, кто много моделирует, что чем проще изделие, тем больше подумать надо еще. Я так иногда буду стучать, вы не обращайте внимания, это мы размешиваем мел. Вот. И сейчас нам нужно с вами подумать, как же игнорировать эту выточку и дать прибавки, пока мы бачок у полочки уберем и будем удлинять плечо. Я буду все делать без линейки, чтоб тут на глаз, в общем. А понятно, что вы в натуральную величину все это с линейкой делаете. Надеюсь, вам меня хорошо слышно, я кричать перестала, тихо разговаривать. Так, смотрите, нет, все-таки я хочу линеечку взять, минуточку. Вот мы удлиняем сначала плечо. Как его удлинять? Ну, мои студенты знают. Сейчас я вам покажу, кто не мои студенты. Ой, я такая близко припрыг. Здесь вот зеркальное отражение, я не знаю, в какую сторону, а вот в эту двинуться. Смотрите, прямо измеряете. У нас базовая основа, кстати, тоже важно, потому что это будет тоже корректироваться. Наша базовая основа построена полностью вот так, вот она очерчивает полностью нашу шею, вот досюда, до еремной впадины. Когда у нас будет платье водолазка, то вот это не является охватом шеи. Вот это наша горловина, видите, горловина с ростком, она не является обхватом шеи, то есть обхват по горловине – это одно, а обхват шеи – это другое. И мы немножко вот эту точку чуть позже покорректируем. Так вот, раз нас базовая основа абсолютно повторяет, то есть вот здесь у нас идет горловина, то мы ровно от шеи, где он начинает расти, не так, не так, ровно от шеи, где начинает расти, измеряем, докуда я хочу длину плеча. Вот смотрите, пальчик ставлю, оверсайз ведь хочу вот досюда, да, чтобы плечо было немножко спущено. Мы делаем легкий оверсайз, как девочка правильно написала, а то все оверсайз начинают представлять, что там какая-то это. Вот, например, сейчас 19 сантиметров, то есть мое плечо 13, один, два, три, четыре, пять, шесть, аж 6 сантиметров добавляется, да, вот, каждый так смотрит, сколько, может быть 2 сантиметра, может быть 3 прибавить, если это платье плотно облегающее, еще раз, да, то можно вообще ничего не добавлять, а ставить на своем месте плечо. Ткань, рукав, окат у рукава дотянется от того, что он трикотажный, если это сухая ткань, какие-то другие модели, то так делать нельзя. Ну, давайте, мы на сухие не будем сегодня говорить, а то мы в кучу много чего соберем, сейчас мы говорим о трикотаже. У трикотажа можем оставить плечо, если это в облипку платье, такое вот полностью, как я показывала сегодня из прошлого нашей модели, или удлиняем по своему желанию, насколько вы хотите. Ну, вот сейчас я на глаз удлиню, здесь же у нас и на масштаб. Например, на глаз ну, вот даже побольше, чтобы вам повиднее было, вот так удлиняю плечо, и спереди, и сзади на одинаковое расстояние. Вот, увеличила. Но, чем длиннее плечо, чем длиннее плечо, тем будет оно симпатичнее смотреться, я тоже уже в сторис-то рассказывала, кто в сторис не смотрит, многое пропускается. Я, конечно, там и ерунды разные показываю в собственной жизни, но и полезности иногда. Так вот, это плечо, чем оно сильнее занижено, тем вот оно лучше будет, если мы его не просто по прямой вот так кидать будем. Ой, сейчас там у меня сзади упадет все. Не просто по прямой кидать будем, как бы тут грубовато получается, а когда мы немножко будем показывать скат вот этого плеча, переход от плеча к нашей руке. То есть, более мягкий будет такой скат в этом месте и будет смотреться гораздо симпатичнее. Поэтому мы сейчас этот скат с вами сделаем. Нужно смотреть натуральную величину, на сколько. Ну, например, я сейчас платье шью по такому, я сделала себе что-то там на полтора сантиметра, то есть, занижаемся, предположим, на полтора сантиметра и вот плечо это мы вот так вот выводим. И оно будет гораздо симпатичнее смотреться. Когда вы его наденете? Чем вот такая? Мы могли бы и прямой оставить вообще, не категорично. Но будет симпатичнее, если мы немножко его снизили. Это понятно, девочки? Напишите, пожалуйста, понятно, если понятно. Так, следующее. Надеюсь, давайте скорее пишите. Так, понятно, понятно, да, да, хорошо, девочки. Теперь смотрите, нам нужно, мы с вами плечо занизили, то есть, плечо было, кстати, это же вот этот манекен, на нем можно даже измерять. Вот было такое плечо, я занизила на 2 сантиметра, стало оно вот здесь, видите, с таким занижением. И здесь как раз-таки вот такая вот дуга вниз, уходящая от длины плеча, то есть, длина плеча здесь, а вот тут, вот это уже занижение. Я такую, в принципе, и нарисовала, да, часть закругленная, даже похоже на это. Но раз мы с вами плечо занизили, так, докуда получается, вот досюда, то ширину грудной клетки вот здесь, ее же тоже нужно расширить, если это в обтяжку платье, не расширяем ничего. Пусть оно так в обтяжку и будет, то есть, по фигуре, которая правильно. Здесь нужно прибавочку дать. Насколько, вот смотрите, прямо все из-за этого. Мне, конечно, в моем манекене рисовать не хочется. Как бы вам показать это? Так, ну вот, понимаете, вот визуально прямо смотрите, представляете, насколько вы хотите, чтобы ваша грудная клетка вот здесь вот, ширина груди расширилась, настолько и расширяете. Не могу сказать, то, что вы плечо другое сделаете, посильнее снижение, здесь другая будет прибавка. Это все нужно смотреть визуально. Вот давайте на примере смотреть. Можете на себе подойти, прямо посмотреть, сантиметровую ленту приложить. Вот если я отсюда начну вот так плечо, а, и когда мы начинаем пройму вырисовывать, у нас обязательно должен быть прямой угол, правильно? Вот здесь к линии плеча, то есть вот здесь, вот сюда прямой угол, здесь вот такой прямой угол. Видите, немножко даже этот прямой угол, а почему? Все знают, что стачиваемые линии, вот здесь линия будет. Давайте я уже вот это сотру, чтобы вам не путаться. Линия плеча будет сшиваться между собой, правильно? И вот когда она сошьется, прямой угол здесь, прямой угол здесь, дадут пробную линию. То есть вот одно плечо у нас с прямым углом здесь, да? Это плечо. Понятно, что это плечо? И второе плечо мы вот так пришили их. Если у второго плеча здесь же был прямой угол, у нас вот здесь прямая линия получается. Где эта линия находится? Так, куда пойти? Вот, вот она эта линия, вот. Многие здесь, новички делают эту ошибку, сопряжение линии не делают и делают не прямой угол, например, а угол там с каким-то наклоном. Вот, видите? И тогда и пройма вот здесь, поверху будет вот с таким углом. А нам не нужен такой угол, здесь пройма должна в этом месте быть абсолютно, в этом месте должна быть абсолютно прямая, правильно? У нас акатик тоже прямой. Согласны? Кто не понял про это, скажите, пожалуйста, объясню. Так, пока пишите, понятно или нет. А я подумаю, что дальше. А дальше, вот, то, о чем я говорила. Понятно или нет? Так, помахать, махают, что ли? Какое-то по-новому сделали, видимо, помахать. Не просто, а так. Вот, давайте словами, что-то я не понимаю, вон-то. Понятно, понятно, все хорошо. Вот всем понятно, студентам понятно. Я десять раз там в рабочих тетрадях это пишу, вот про это место, да, и про горловину. Горловина тоже вот здесь должна быть прямой угол, потому что будет же разворот и будет вот так дальше идти другая горловина. Если здесь нет прямого угла, опять какой-то вот треугольник или угол или еще что-то получается. Сняла целое видео сопряжение этих линий. У нас в уроке стоит целое видео и все равно мне присылают вот с такими, вот с такими углами. Поэтому, не знаю, запишите себе красными буквами это правило, это простая геометрия. Кстати, про геометрию я после эфира поставлю в сториз. Тоже интересно. Ну, это просто шутку. Так, все, пошли дальше. И вот мне прямой уже угол даже показывает насколько хочет расшириться моя грудная клетка. Потому что, если я начну увердить или сильнее сюда внутрь или сюда шире, у меня здесь уже прямого угла не получится. Правильно? И точно так же на спинке. Вот. Где здесь ширина грудной клетки? Так, давайте ампунктиром проведу. Вот. Здесь у нас откладывается ширина грудной клетки. Здесь откладывается ширина спины. Давайте я вам покажу на лекале. Вот эта линия. Видите, ширина грудной клетки. А на спине не нарисовано у меня. Ну, ладно. Понятно, да? И вот у нас произошло расширение по грудной клетке. Так, сюда. По грудной клетке вот здесь расширение. И также по спине вот здесь расширение. Насколько вы смотрите, вот вы этими прибавками вы задаете силуэт. Понимаете? И никогда никто не даст вам точный ответ. Вы свою модель делаете. Может быть, вы остались там в 90-х годах и хотите все в обтяжку. То меньше прибавки делаете. Если вы хотите сейчас как модно больше прибавки. Насколько больше. Опять оверсайзы разные бывают. Как мы вот сейчас строим такой легкий оверсайз. Понятно с этим? Принимаем решение сами. То, что вы сейчас конструктор, вы создаете модель. Дальше. И вот на этом этапе мы можем что сделать? Мы можем игнорировать эту выточку. Каким образом? Берем вот эту модель. То есть у нас деталь. У нас ведь базовая основа имеется и имеется. Мы сегодня базовую основу моделируем, а не строим ее. И нам нужно вот так закрыть якобы выточку. И видите, что происходит? Ширина полочки меняется. Ширина полочки и длина полочки меняется. Сейчас мы будем выходить из этой ситуации. Во-первых, я думаю, что здесь сантиметрик можно все-таки оставить выточку. То есть видите, я не совсем... Вот у нас выточка была вот. Давайте я проведу. Вдруг вам не видно. Выточка была вот такая. Вот ее нужно было застрочить. Понимаете? Сейчас мы выточку сделаем. Не совсем прям закроем, а сантиметрик все-таки оставим в пройме. Сантиметрик. И что получается? И получается, что мне сейчас нужно все это обвести. Так, так, вот так. То есть вот сейчас где будет моя пройма. Вот она где будет. И вот она талия где оказалась у бочка. Дальше вот боковой шов якобы. Не якобы, а боковой шов. Мы еще просто с ним работать сейчас будем. И вот смотрите здесь какая разница в длине. Вот так вот у нас получается. Что дает вообще этот раствор выточки? Чем больше грудь, я вам так не покажу, наверное, давайте я отъеду немножко, потом снова приеду. Вот. Ой. Вот. Вот у меня грудь такая. Но если бы вот такая была грудь, то ткани нужно больше, чтобы обогнуть эту грудь и прийти на ту же длину платья, какая она и была. Чем больше грудь, тем больше у вас вот здесь будет вот эта разница по низу. Понимаете? Для больших грудей это обязательно должна быть как сказать, очень эластичная ткань. Очень эластичная ткань. Сейчас выровняемся. здесь все в зеркальном отражении. Хотя я сегодня не пишу особо, можно было бы оставить. Так. Какой у нас контур сейчас получился? Чтобы не путаться, я сотру, что у нас там было. Вы пока думайте, есть ли у вас вопрос по этому моменту, нужно все поэтапно уточнять, если что-то непонятно, потому что... А нет, я пока не сотру. Вот давайте вот эта стерла достаточно. Потому что нам тут опять же кое-что надо смотреть. Вот. Ну вот якобы у нас сейчас выточка вот такая должна быть. Якобы. Видите, такая малюсенькая. Да? Но у нас ее не будет. Сейчас, похоже, мы ее тоже уберем. На данный момент понятно, девочки, или есть какой-то вопрос? Пожалуйста, задавайте сейчас, если он есть. Знаете, как на свадьбе. Скажите сейчас, если кто-то против, знает причины, чтобы эти люди не женились. Пропустила. Почему длина изделия изменилась? Так. Вот у нас была деталь. Видите, она была какая. А сейчас мы ее раз и выточку-то закрыли. Всего сантиметрик оставили. Раньше выточка вот такая была по ширине, а сейчас мы вот так вот закрыли. Здесь мы талию также горизонтально держим. А сейчас мы выточку вот так закрыли. Понятно? Кто так, кто непонятно, скажите, сейчас понятно, почему у нас вот здесь длина изделия изменилась. И чем больше разница груди, тем здесь больше перепад будет. Жду. Еще бы понять, кто это писал, то, что она на имя не обратила внимания. Катя, пишите, понятно или нет. Нашла, что это Катя спрашивала. Катерина, вроде это вы, да, понятно. Хорошо, все. Дальше. И у нас теперь талия еще вот здесь оказалась, тоже не забывайте. Талия здесь вот здесь, а здесь вот здесь. А это две одинаковые длины, то есть вот длина здесь и длина здесь это две одинаковые. Они должны сшиваться между собой. Пока забыли опять про это место. Нам теперь нужно пройму вырисовать. Как ее сделать? Раз у нас легкий оверсайз, мы с вами сейчас расширим пройму и занизим. Расширим, предположим, на полтора сантиметрика. Много расширять в легком оверсайзе надо. Тоже, трикотаж он еще и тянуться должен. В облипке вообще ничего не расширяем. Вот как было, так и оставляем. И даже занизить можно, расширять не надо. Мы сейчас расширим на полтора сантиметрика и занизим я думаю на два это точно нужно. Да, на два сантиметрика. Видите? Я как бы расширила пройму сюда и занизила. И теперь я могу начертить вот наша прибавка к ширине спинки. Видите, прибавка? И начинаю вычерчивать новую пройму. вот видите новая пройма. Точно так же на полтора и вниз на два я расширяю пройму полочки. То есть одинаково что спереди что сзади что на полочке что на спинке. И вот здесь уже мы игнорируем эту выточку и вычерчиваем новую пройму. Все, проймы у нас готовы. Они одинаковые у нас длины вот досюда опять получается мы же их одинаково занизили. Правильно? По этому моменту давайте по пройме есть вопрос или нет. Если нет я стираю лишние линии раз вопросов нет и пойдем дальше. Пишем девочки. Ну тут конечно идет задержка в минутку в две. Так вопросов нет. понятно если есть быстренько пишите у кого есть сразу пишите ясно это очень хорошо нету ну все вроде как нет потому что тем кому непонятно они сразу начинают писать все пойдемте дальше стираем все у нас вот этого нет у нас есть расширение сейчас по пройме и есть занижение по пройме расширение по спинке у нас тут есть платье стало шире по спинке сзади длиннее плечо стало ниже проймой шире здесь у нас нет теперь никаких выточек никаких выточек никаких выточек вот все наше стало платье вот здесь без выточек пойдемте дальше теперь с талией нужно определять насколько мы хотим нашу талию шире чем чем у нашей фигуры вот у меня здесь студенты есть я знаю что есть я ее видела там девочки как нам определить насколько мы хотим шире обхват талии чем он есть на фигуре я до талии сейчас дотяну чтобы вам показать интересно сейчас и подальше а вы пока пишите я хочу чтобы студенты мне написали кто сейчас учится или выпускники как мы должны взять какую литературу прочитать какую формулу посчитать у каких людей спросить может быть у соседей сходить спросить насколько талию нужно делать больше для модели которую я строю как вы считаете вот цвета молодец померить на себе есть вариант их сходить к соседу просто это очень больная тема это вам кажется кто у нас не учится что что такого реально я все обучение ломаю людей что они должны принимать решения сами обхватить себя сантиметром вот молодцы какие должны принимать решение это ваша модель понимаете вы ее создаете вот какие прибавки сделать такая модель будет никто вам не скажет соседка не скажет будет ее модель журнал модный откроете там написано будет та модель которая именно в журнале если вы прибавки журнала возьмете если вы сами их придумаете значит будет лично ваша модель с вашим силуэтом если вы хотите стремиться к как сказать к сегодня модно тонну делать так чтобы примерно модно было то есть вот так вот берете сантиметровой ленты девочки и смотрите вот такая мне прибавка достаточно или вот такая мне прибавка достаточно вот хочу чтобы она откроем и прямое шло и прямо по бедрам нас она чуть-чуть притальность будет то что мы все равно не тумбочки да вот такая хочу хочу такую талию хочу хочу не могу вот так и учимся думаете мы как-то учимся по-другому все шесть и девять месяцев мы просто учимся принимать решение так и предположим что вы обхватали измерили смотрите что вам талия сейчас нужно на 20 сантиметров больше чем обхват талии на вашей фигуре то есть вот вы взяли это кольцо говорите хочу такую талию свою тайну из одного другое вычли то есть на фигуре талия талия что вы хотите за другое вычисли получилось предположим 20 сантиметров то есть у нас есть с вами 4 бачка ну здесь еще плюс это же сгиб две штуки их детали и здесь две детали 4 бачка то есть 20 разделить на 4 до 5 сантиметров по 5 сантиметров шире чем с каждой стороны нужно прибавить якобы ну да прибавить к талии спинки 5 сантиметров и к талии полочки 5 сантиметров что для этого нужно сделать не надо вот здесь вот сейчас братья 5 сантиметров прибавлять вам нужно сначала померить сколько было хватали на спинку на же здесь вытачка имеется потому что вот у нас же здесь прогиб имеется сколько было здесь на талии давайте-ка ой я вам показываю вам хоть видно вот сколько было здесь на талии вот здесь было плюс 5 сантиметров предположим что 5 а что вот это за место понимаете вот вы всегда должны в голове держать чтобы вот это вот раскладка расчлененка я не знаю вот этого вот тела на плоскости то есть то же самое что я сделала сейчас здесь вот то же самое то же самое если у меня нет манекена ушел клиент его клиента нет мы померить не можем уберем нашу базовую основу вот здесь измеряем сколько это все но что вот здесь я приложила понимаете плюс 5 сантиметров и отсюда откладываете и у вас здесь скорее всего не сильно много выйдет то что вот это вот этого уже не будет все мы эту вытачку тоже игнорируем и красиво приезжаем сюда точно также на полочке то есть вот полочка была до этого у нас вот такая вы видели измеряем сколько без вытачки здесь сантиметров без вытачки сколько сантиметров значит вы как будто бы взяли и у манекена вот здесь вот измерили якобы понимаете но базовая основа это ваш манекен разложенный на плоскости вот наконец-то я поняла как вам это объяснять что это такое базовая снова и плюс 5 сантиметров ну вот наша . далее сейчас вот здесь и приталиваемся то есть у вас вот это сейчас линия равна этой линии должны быть одинаковы но в плане вот вот это и вот это по вертикали девочки понятно как талию расширить у базовой основы пока вы сейчас отвечаете сейчас минут минуты две пройдет я хочу спросить тех кто выпускник нашей школы и кто вот уже заканчивает хоть выпускаться особенно базовой основы которые у нас курс базовой основы выпускники базовых основ если вам не хватает вот таких разборов и моделирования делать такие встречи с разбором и с моделированием ровно в таком формате как мы сейчас с вами это делаем но это будет ну сколько то 650 рублей например стоить потому что это реально ну день подготовки нужен понимать это рабочий день ты как бы на работе по бог день это еще смотря какая модель если вдруг какая-то сложная то там и два дня придется посидеть за компьютером все сделать все проговорить куда делись талевые вытачки никуда их нету все мы померили без них прибавили сколько хотим и отложили у нас ширина получилось талевые вытачки исчезли давайте их сотру или еще вдруг у вас вопрос будет и вы не поняли так а так а отвернулась вдруг там какие-то вопросы сейчас минутку куда делись талевые вытачки я ответил вытачки игнорируются да игнорируются все нет у нас никаких вытачек вообще никаких на нашей этой модели нет вытачек встречи нужны самое главное что понимаете я вот готовилась готовилась это же ну а потом раз и два человека там пришло ну и что я два дня сиделок понимаете надо чтобы точно при точно при точно непонятно почему талия полочка выше чем талия спинки вы когда просидесь давайте девочки давайте кто присоединился не тогда когда я это объясняла тогда вы я постараюсь очень сохранить запись то что иногда слетает запись я очень постараюсь сохранить вы посмотрите то что они могу каждый раз когда кто-то присоединяется по новой начинать объяснять у нас идет алгоритм 10 но если вы уже здесь были и вы не поняли тогда я быстро объясню но если вас не было вы не поймете даже быстро поэтому напишите Лена запомнила, что это Лена у нас спрашивала Агент 007 Вы напишите мне ответ, пожалуйста Вы уже были или вы потом в записи посмотрите Так, ясно Спасибо, ну вот видите Один человек до сих пор сказал, что надо Такие встречи устраивать, значит не очень-то и надо Так, дальше Вроде как все, да, вопросиков больше нет, девочки? Пойдемте дальше Главное, кто тут сейчас только присоединился Ага, хорошо Кто сейчас только присоединился, вы поймите А что-то я хотела сказать, даже забыла Ладно Все, убираю выточки, потому что вам понятно Как они у нас исчезли Каким образом Сейчас все сотрем Интересно, есть какая-то специальная таркодоску первый раз купила И такой мел В икее Не знаю, есть, может быть, какие-то специальные тряпочки Я вот такую намочила Именно мел стирать этот Он так немножко мазюкает Так, все, нет у нас этих выточек У нас нет вот этого бокового шва Он у нас расширился Расширился Еще раз скажу, что если у вас Изделие по фигуре По фигуре, то мы ничего не расширяем Только занижаем пройму И вот наша талия, да Теперь бедра Думаем о бедрах Сколько мы хотим расширить наши бедра Насколько мы их хотим расширить Опять же Берем сантиметровую ленту Нет вообще, понимаете, других алгоритмов Прикладываете к вашему добру снизу И смотрите, сколько вы хотите Я уж не буду отодвигать камеру и это показывать Смотрите, сколько вы хотите Чтобы у вас было больше по бедрам Например, тоже Ну, давайте, 10 сантиметров вы хотите больше Я делаю вместе с вами У меня пройма полочки некрасивая Мой раствор выточки 14,5 сантиметров Кто делает вместе со мной Сейчас сфотографируйте вашу пройму И пришлите мне в ВКонтакте Вы есть В телеграм-канале вы точно есть Телеграм-канал в наш общий чат Я прямо сейчас при вас открою Мы будем рассуждать Очень хороший вопрос Большая, конечно, выточка Эта ткань должна быть очень тянучая Чтобы вот это все получилось Но даже с такой иногда делаю Когда ткань действительно тянется И в ширину хорошо, и в длину То возможно без выточки сделать Потом в конце я скажу еще Что для больших груди Если ткань вот не такая То чуть-чуть выточки можно оставлять Но это давайте не сейчас А то мы запутаемся Все, я жду в телеграм-канале От вас фотографию И мы сейчас прямо ее вместе все откроем Ну я с вами открою У кого второй телефон есть Откроет, может быть, на компьютере Кто В общем, мы и разберем Все Остальные вроде девочки У нас никаких вопросов нет Вот молодец Строит вместе со мной Сразу вопросы А то вот так смотришь Всегда все понятно А как начинаешь делать Так непонятно Дальше Ага Вот бедра измеряем Сколько здесь Бедра измеряются Только от вертикали до вертикали Вот здесь пошло заужение Ничего не измеряем Вот только Вот эти вот вертикали В любом месте Но чтобы линии были абсолютно вертикальны Здесь измеряем И здесь заметься Вот у нас была Так Вот у нас была Деталь эта Видите, здесь выпад есть под грудью Измеряем только здесь И здесь То есть вот Выпад под грудью Это как раз таки Грудь на одном На одном уровне А живот На другом уровне Вот эти вот вертикали Здесь грудь Там живот И вот этот выпад был Здесь нет Это воздух Выпад Это воздух Вот воздух вы этот увидели Видите, я вертикаль кидаю между линейкой и животом воздух вот этот воздух мы что воздух должны измерять не должны значит мы измеряем здесь и здесь тоже где вертикали предположим хотим 10 сантиметров лишних поскольку будем прибавлять если мы хотим 10 сантиметров лишних поскольку мы должны прибавить к боковым швам сантиметров давайте чтоб не я одна думала вы пока я тут пью посчитайте напишите мне жду пока построю вдруг кто-нибудь из вас задал вопрос telegram на заглянуть надо уже вопрос два с половиной все верно все правильно сейчас в telegram загляну может быть нам девочка уже прислал фотографию нет не вижу фотографии в telegram канале ладно буду посматривать все правильно девочки я вижу два с половиной два с половиной вы молодцы значит берем вот здесь два с половиной расширяем и здесь где началась вертикальная линия мы два с половиной расширяем и расширяем нашу спинку и расширяем нашу полочку вот думаю что понятно что здесь то точно вопросов не будет но если вдруг есть вы конечно спрашиваете но я уже с утру я так медленно стираю чтобы вы подумали если у вас вопросы здесь у нас уже ничего нет так вопросы смотрим так было помню когда меняется длина на полочке по идее точки приема на проймана перед детали это расстояние должно быть равно спинке литер стоят и равны то мне понятно плохо поняла честно говоря плохо поняла так сейчас еще поняла плохо сейчас вы на разберетесь до конца боковой шов по логике должен быть одинаковой длины чтобы он принципе у нас начался правда если там нет вытачки так все у вас нет вопросов идем дальше что-то хотелось в голове крутится я все жду эту фотографию ну попозже вот контур наши полочки и спинки длина бокового шва у нас одинаковая вот длина у нас здесь вот и вот здесь одинаковая мы согласны вот платье с таким перепадом шить по низу нет скорее всего давить хотим прямое значит мы берем и вот так вот его делаем вы заметьте вот у вас футболки есть то что футболка это что такое это тоже самое что мы сейчас с вами сделали заметьте что на футболках на трикотажных чаще всего вот здесь не подали не поперечная идет а с занижением футболка это как раз вот на это вот что не хватает длины полочки на грудь если грудь большая как сейчас у нас будет например у женщины то то считали а здесь вот фактически идет вот так вот если грудь большая то почему я говорю чтобы сильно растягивалась потому что мы так занесить полочку не сможем мы будем уповать на то что ткань грудь вытолкнет ткани растянется что нам не нужно будет длины полочки что ткань сама растянется на ее грудь и здесь все останется на месте понимаете насколько возможно визуально занизить когда большая грудь здесь очень большой перепад будет помните я говорила вам ну давайте вот такой перепад нарисуем вот такой перепад вот так же не будешь крыть платье прям вот такое да сильно лекальное то тогда мы лекарим столько насколько мы можем сделать его визуально не не видно что она сильно занижена спереди по середине переда вот как например сейчас сантиметр здесь наверно полтора два не будет видно вообще внутри смотря какая ткань вот значит мы занижаем сколько можем а все остальное мы уповаем на то что грудь растянет здесь ткань и ткань не заберет свою длину вот из этой части понимаете с этим понятно снизу скажите пожалуйста вопросы есть или нет и к рукаву перейдем правила фото в телеграм сейчас посмотрим сейчас посмотреть то может другу второй телефон есть если то тоже загляните в телеграм мой такой масштабе строить у вас так этого что делаете девочки у кого нет смотрим вот видите что она сделала нужно сохранить ширину проймы которые у вас было вас почему ширина проймы на полочке то такая стала вы почему тянете до своего бокового шва который у вас был вы закрываете эту вытачку давайте я вам прям вот на этом покажу сейчас да вот было у вас а здесь у вас огромная вытачка вот досюда предположим вы должны вот так вот ее закрыть и оставить здесь вот вообще вот так для для изделий которые без прибавок вот так будет выглядеть вот это место без прибавок из для а имеется на облегающие изделия будет вот так выглядит ничего нигде не оставляем мы договорились чтобы сантиметр вниз сделаем в вашем случае можно ну ладно два и расширение полочки сколько нам дает вот это вот но это здесь вот во первых не должна быть больше чем насколько только сейчас у вас для ножку что у вас там происходит а ну да вы так и расширили все молодец но почему-то вы начали обводить не вот этот вот вот вы расширили все молодец вот здесь расширились и почему-то начали не вот это вот обводить а тянуть сюда да потом еще это скорее всего вот у вас осталось . и потом вы залезли и расширили насколько вы хотите так ведь а вы взяли и по моему так сейчас я двумя руками сейчас минутку ну да вы взяли и дотянули сначала до сюда пройму а потом еще и и дальше пошли расширять понимаете в чем дело напишите понятно или нет девочки тоже смотрите понятно или нет о чем я сейчас сказала именно уже на примере большой груди да вы так и сделали кто был девочки имени за 007 помада пишите понятно нет если не понятно то еще раз пишите не стесняйтесь я надеюсь сейчас этот часовой кстати час у нас почти прошел если вдруг выключится то я тут же снова войду в эфир мне кажется продлили сейчас длиной эфира я жду от света ну обратной связи понятно или непонятно какая у вас ошибка так а можно сделать посадку по боковому шву сделать если грудь большая можно сейчас мы об этом поговорим от хороший вопрос а можно сделать посадку по боковому шму сделать если грудь большая да сейчас мы об этом поговорим хороший вопрос в районе груди до трикотаж так можно делать я поняла я пересмотрю эфир хорошо это отвечает тот кто вроде когда что-то галина вроде светлана была ну ладно вроде она отвечает и она именно девочки памяти нет не иные на лица нет если с кем-то встречаюсь на улице а мы с вами уже встречались вы со мной первые здоровайтесь пожалуйста что у меня кретинизм это даже болезнь у нее есть название я забываю и не такая дурочка я только на память на лицами и на имена и все вот там просто такое сложно название у этой болезни когда они не распознавания лиц так но все вроде от вас вопросики зато я хорошо запоминаю фигуры и фасоны одежды если один раз увидел папа одежде кстати людей чаще всего знаю так что мы должны сделать что-то а вот про вытачку значит если огромная вытачка здесь то можно часть оставить здесь а часть перенести думаю что собрались на базовой основы не новички и базовых основ то есть у вас здесь фактически давайте я сотру и покажу этот вариант какой хороший вопрос вот так далее то мы что делаем мы часть сюда а часть разрезаем вот здесь вот вот разрезаем и закрываем . то есть у нас откроется вот здесь вытачка то есть переносим вытачку боковой шов но опять не всю сколько то здесь оставляется но не сколько-то вот давайте сантиметр полтора сантиметра два переносите �� боковый шо все остальное игнорируется так как мы игнорировали и у вас получится вот такая уже история ну здесь предположим грудь это момент действия на вот это здесь не важно где грудь и вас здесь небольшая вытачка ну или большая до 4 сантиметров так можно делать и у вас перепад здесь получится гораздо меньше когда вот четырнадцать с половиной сантиметров вытачка представляете перепад уже такой вытачки вот здесь гораздо меньше будет понимаете мы можем занять насколько мы занизим а вот это вот не нужно застрачивать мы ее опять игнорирую но у нас сейчас уже получается что боковой шов будет на полочке чуть больше даже до четырех сантиметров больше чем шов на спинке это только в трикотаж так можно делать больше нигде и когда вы стачиваете вы должны пройму сверху зафиксировать и про и талию посередине то есть вот здесь булавками скололи талию скололи вот давайте так вот это скололи между собой вот это скололи между собой булавками потом здесь середину нашли и здесь только же отступили скололи булавками то есть у нас сейчас фактически вот это место и вот это место различаются длиной так вот мы берем вот вот это место растягиваем под машинкой даме до размеров вот этих и когда оверлоком это стачается это как бы при посадка получается в этом месте понимаете там сборки не будет не переживайте трикотаж помощью прихлопните утюгом сверху и это все рассосется вот только в трикотаже так можно делать мне голос начинает уставать так нам же еще рукав нужно разобрать так сейчас смотрим смотрим ваши вопросы понятно да я объяснила про посадку но это уже более сложно а с большой грудью лучше где вытачки делать ну вот как я сейчас объяснила где что слово где в боковой шов часть боковой шов часть оставляя в пройме как мы оставляли вот эти полтора сантиметре когда часть боковой шоу до 4 сантиметров то максимум все остальное вот на трикотаж оставим то есть мы их игнорируем из закрываем их в пройме вот это то что мы первое действие делали надеюсь что никакие вопросы не пропустила просто когда я задам смотрю я подняла пересмотреть хорошо я когда задам стою уже не вижу убегают сообщение все пойдемте на руках девочки руках очень просто здесь стираю не стирается скажите чем стирать такой девочки может она более мокрая должна быть часа быстренько я намочу ну да мы преулучшим стирается так и сейчас рука я уже его от руки нарисую ладно вот у нас рука не рисует по такой теперь сухой надо искать минуточку девочки я сегодня просто первый раз такой доской поэтому не знаю нюансов все видят так базовая основа складем в общем и рукаву базовой основы вот так вот чтобы наша ширина рукава было на одной горизонтали то есть изначально у нас этот уголочек выше разворачиваем кладем дальше рукаву базовая основа выглядит вот так с вытачкой локтевой в общем он идет на ну девочка меня не рисует все у нас все пропало вам видно хоть там чего-нибудь вот такой рукав это базовая основа надо нормальный мел купить потому что человеческий они модные в ручке да и вот мы положили вот так и теперь кидаем абсолютно прямые ну чуть-чуть ждем давайте чуть не расскажите давайте я вам расскажу пока сохнет доска не могу ничего рисовать что рассказать 29 ноября сейчас ноябрь уже то есть вечно путающего месяца у нас базовой основы как раз таки двухмесячный курс где мы проходим все базовую основу это вот аватар нашего тела то что мы сегодня с вами проходим это брюки это все приходит из чего моделируются все модели любой эпохи любого времени любой моды любых силуэтов и так далее присоединяйтесь туда могут пойти девочки только те кто умеет моделировать новичку там делать нечего на этих курсах только кто умеет моделировать может быть то умеет строить базовые основы но другим методом а хочет научиться строить мои методом сок потому что он идет он отличается думаю что вы здесь не первый раз у меня на эфире я каждый раз говорю что наш метод чуть-чуть еще осталось наш метод мой метод он на понимание ни один метод так не преподается на понимание поэтому если вы хотите от сюжетом строили по мюллеру предположим можете прийти научиться еще плюс сок и вам даже если вы потом все-таки будете работать по мюллеру вам там откроются новые грани границы вы будете даже этот мюллер лучше мюллер это вот у меня какой первый на на ум пришло лучше понимать его вы будете его хорошо понимать потому что мы разберем вот все эти наши я не могу объяснить это надо это надо учиться так если шьем из трикотажа нужно учитывать ускакивает учитывать растяжимость ткани как это закладывать конструкцию если это легкий оверсайз мы никак это не учитываем если это по фигуре дело тогда можно взять 10 сантиметров в общем просто убавочку посмотреть на сколько тянется трикотаж то есть 10 сантиметров трикотажа у меня что-то говорю целый рулон такой все сегодня леггинсы собиралась шить но может быть еще успею сегодня шить 10 сантиметров вот так берете зажимаете и смотрите насколько он тянется ну вот я такой способ вообще не люблю потому что вы сейчас можете 10 сантиметров те растянуть вообще все так преподают 10 сантиметров взяли растянули на линейке главное насколько растянулась настолько и процент убавки но на фигуре это абсолютно по-другому я вот давайте расскажу как я делаю трикотаж беру базовую основу и наоборот немножко заужение просто делаю по кроме и по боковым швам если например это масло трикотаж масло то опять же обтяжка разная нужна кому какая вот трикотаж масло представьте себе представьте трикотаж бархат ну бархат эластичный он тянется до вы кстати сегодня видели stories я выкладывала который 12-летней давности платье одни из масла сделаны трикотажа а вот это вот которая с открытой сильно спиной она из бархата сделано разные убавки для трикотажа бы я полтора сантиметра для масла бы я полтора сантиметра убавила для бархата всего лишь пять миллиметров имеется 5 миллиметров с одного пока с другого бок а этот получается два сантиметра до 2 сантиметра общей сложности меня грудь потока убавилась два сантиметра только бедра примерила и пострела бы уже на примерке хочется мне еще обтяжку больше сделать или нет вот если ткань очень сильно тянется и вы хотите сильно в обтяжку вас базовая основа должна быть не вашего размера вот кстати самое интересное самое верное берет у вас базовая основа 42 например размера вы берете например 40 и все и и моделируете и у вас изделие на размер меньше чем вы одеваете но у вас растянулась понимаете вот еще один из способов так пошли на руках надеюсь все высохло у нас из из концов кидаем абсолютно абсолютно да все высохло вертикальные линии длину рукава откладываем какую хотим отложили длину рукава как вы хотим все наша база исчезла и и нет у нас есть длина такую хотим и у нас есть ширина какую мы не хотим по низу рукава согласны сейчас опять вам скажу волшебную фразу что нужно сделать чтобы понять какую ширину рукава бы вам нужна берем измеряем хочу такую хочу такую хочу по запястью все измерили сколько вам нужно измерили здесь из одного другое вычли увидели разницу что мы имеем и что мы хотим разницу делим пополам и равномерно с каждой стороны заужая и соединяем под линейку и соединяем под линейку то есть наш рукав теперь желаемой ширины по низу муж не цонет там новенький пришел кто еще над кем я еще не издевалась и спросит а а а как сколько точно делать рукав я к соседке отправлю нет все видимо здесь уже давно или давно меня знают когда спрашивают а сколько точно точно знает соседка не исходим и узнаем какую ширину рукава нам делать все вот наш рукав чего не хватает в этом рукаве можно его сейчас пришивать к основе которую мы сделали или хватает всего давайте как тоже соображайте пишите скорее можем пришивать или не можем а как делаем меньше уменьшит а высоту вы его уж уточняйте а то я там начала представлять высоту а кота да а как вписать его в новый кроме вот я вас и спрашиваю надо что-то делать не надо сохранить пожалуйста эфир попробую а как да вот вопрос у вас а как его вписать новую пройму давайте рассуждать вот наш метод весь так и построен я предпочитаю чтобы вы сами придумывали свой метод окат откорректирует да смотрите если мы на платье посмотрим или на фигуру вот фигуры бокам что было вам до шок девочки видно доведами что вот этот шов есть вот этот шов вот этот шов это наша некорректированная пройма а мы что с проймы взяли сделали мы ее взяли и занизили на 2 сантиметра а расширили на полтора то есть вот вот это вот часть по тоже расширили на полтора сантиметра если мы посмотрим на нее сбоку на эту пройму места нет но я сейчас постараюсь нарисовать если мы посмотрим на эту пройму то что такое плечо рисую дурацкое сбоку то вот у нас было такое тело да ну вот боковой шов понятно чего рисуя вот его рисую дальше здесь вот ширина грудной клетки и так далее пошла видите вот это здесь рельеф вот этот пошел вот он рельеф и дальше рельеф пошел ниже вот мы смотрим сейчас ваше должно сознание кто еще этого не делает это делать важно наш нашу фигуру сначала хотя бы графически перенести сюда а потом вспоминаем наши это лекала раскладываем наше тело на плоскости но сейчас нам пока просто графически принесло мы здесь взяли уют от рукав мы абсолютно можно спокойненько братьев шивать в эту дырочку то есть как от в пройму кто там у нас профессионалы но мы взяли и зачем-то в загрузили эту пройму и расширили она у нас получилось ниже и шире правильно чтобы а зачем а чтобы нам было удобно чтобы подмышку нам нижало и чтобы нас здесь не была небольшая свобода в боковом шве правильно зачем мы это сделали то есть вы всегда должны себе на это вопрос отвечать что я сделал зачем я отвечаю за свои действия я хочу чтобы было ниже хочу занижаю насколько я хочу то же мое дело как занижу так носить буду все значит что с рукавом нужно сделать ну вот этот рукав только в эту дырку вшивать нам другую надо в заниженную и в расширенную дырку вшить рукав значит мы берем занижает насколько настолько насколько и за недели полочку и спинку пройму а здесь мы пока и расширяем настолько же пока выводим новая как пока мы здесь поработаем и у нас уже ширина какую мы желаем то есть мы все равно ничего не делаем по низу правильно привели дальше есть два конечно способа на самый верный в трикотаже способ такой измеряете новую нашу пройму по длине и измеряйте новую нашу под по длине у них будет разница в сантиметрах окат не должен быть в трикотажном изделии с посадкой например три сантиметра разницы около двух сантиметров занижаем почему занижаем то что да он потому что у нас опять же этот рукав вшивался в эту дырку вот здесь дырочка плечо занизилась вот здесь плечо занизился вам видно хоть что нет вот было плечо такое моего занизили то есть высота оката была такая занижается высота оката от того что взяла плечо давайте так длина плечо взяла взаимы у вас т.к. от значит вас т.к. должна быть меньше насколько ровно настолько же делать не стоит потому что ну есть в геометрии чтобы вот это вот все муторно не изучать есть там разницы между в общем прямой лекальные так далее неважно я делаю так две трети занижаем вот например на 3 сколько мы сейчас на не буду давайте на три сантиметра если занятили плечо то на два сантиметра за неделю а как это чтобы было удобно посчитать от 3 сантиметра шагуру снова рисую снова рисую и здесь еще нюанс есть небольшой если вот как у нас сейчас расширение небольшие были то мы с шириной вот здесь пока ты ничего не делаем но если у вас хорошего оверсайз да вам самок рукав покажет будет некрасиво вот здесь выводится то немножко можно расширять и вот сам сам вот здесь ширину ака то понимаете вот это вот ширина ну вам будет прям вида что вам хочется у расширить то что здесь будет широко здесь будет так если вы через эти точки пойдете у вас вот такой как бы треугольник здесь получается вам этот опять место будет показывать что я хочу пошире будет чтобы у меня красивая лекальная линия ака то было понимаете ой так это мы что а и что на этом этапе делаем взяла за не сделала на две трети от того чего сделала с плечом и снова перемея сошлось а как плюс отлично ой не сошлось например еще один хочется сантиметр убрать но я еще пять миллиметров занижу еще раз измерим все вот подгоняем то есть а как вот здесь к нашу здесь наша ширина сколько мы хотим все мы здесь уже сделали значит вся проблема вот здесь но не проблема просто тут сама покажет насколько ему за месяца чтобы наши сошлись окаты пройма в длине и вот наш рукав тоже готов еще такая думаю а вот если разворачивать такая смотрю а у меня же написано сколько человек а там два человека сидит представляете был бы у меня шок этот и рассказываю нет 68 было вот уже двое отписались плохо рассказываю или непонятно так девочки я смотрю что вы тут мне написали нет ничего такого нету пишем все мы закончили наше моделирование пишем понятно непонятно или вопросы если они у вас возникли все мне после часа начинает голос срываться не могу я научиться правильно дышать чтобы рассказывать на вдохе надо что-то там делать не так кажется у меня небольшая астма хорошо рассказать и спасибо понятно хорошо то дело не в этом понятно или непонятно и рассказываю вот чем сейчас наш вопрос поняли вот понимаете вот видели что мы сегодня делали мы сегодня никак никаких формул не проходили мы я люблю это говорить бубном не плясали травки не жгли чтобы у нас что-то полчаса мы взяли и подумали что я хочу создать я беру и создаю ничего я учила детей а на уроке было два ученика и все равно кайф спасибо но я бы расстроилась было 70 такая разворачиваюсь два человека все понятно все понятно хорошо хорошо что понятно а знаете когда вопрос начинается когда вы что-то строите они просто смотрите я попытаюсь сохранить эфир смотрю ваши сообщения попытаюсь сохранить эфир вот у меня вопрос девочки меня всего одна девочка отозвалась значит мне не так это нужно если с такие вот разборы устраивать ну хотя бы не знаю раз в месяц может быть но девочки платно потому что понимаете я тогда лучше денег заработать у меня сейчас кредитов куча а так я посижу два дня подготовлю материал хорошо и ну платно ты рублей 650 и часа два у нас то будет и скорее всего это будет не в прямом эфире а на компьютере мы там научились в telegram сейчас встречаться с демонстрации экрана то есть будет все гораздо интереснее сейчас у нас уже один такой готовится слушайте я забыла вчера мы позавчера голосовали там все столько наголосовала человек сколько нужно чтобы я два дня поработала на это то есть у нас уже будет один одна встреча за 650 рублей так супер большое спасибо вам девочки спасибо что пришли что выслушали что вот очень нужно я понимаю это вот студенты я вижу выпускники пишут что понимаете сколько будет вот даже мы конструкторы сколько мы работаем столько мы и учимся в чем мне нравится наша профессия у нас не будет стоп никогда идут новые тенденции новые какие-то узлы придумывают или сами мы придумываем какие-то новые узлы связки-развязки и всегда новая должна быть информация всегда нужно думать и выпускники даже выпускаются раз какой-то новой моделью столкнулись и вот голову ломает хотя как вы видели все просто нужно подумать просто в компании думать это интереснее я как видите объясняю все доходчиво иногда ругаясь но с любя я вас ругая любя вот зависимости от темы что-то послушала бы с удовольствием я даже не послушала бы сказала а все надо прямо позаписывать поразбирать да тему конечно я буду озвучивать и вы кстати предлагаете вы пишите только вот в телеграм-канале потому что здесь в инстаграм у нас 87000 что ли подписчиков писать и сколько идут сообщений иногда очень ненужных много сообщений да очень нужных вот эти нужные сообщения не теряются вы пишите в телеграм-канал в наш чат какую бы вы тему хотели обсудить а я в воскресенье всегда захожу в этот телеграм-канал и все изучаю что вы написали за неделю это не могу тоже каждый день быть но воскресенье выделяю прямо на это день и мы там еще встречаемся с девочками и мы тему я увижу что вас к эта тема интересует я сделаю вот встречу по этой теме сделаю анализ подготовлю подумаю как вам объяснить по понятнее примерчики всякие то есть никак вот прям сейчас на доске только хотя и на компьютере рисовать вот чем дело но будем чередовать так 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 может быть так может быть бесплатные прямые эфиры так а все-таки там будет не часа два часа потому что с примерами с всеми делами я люблю честно говоря я люблю этим заниматься просто мне понимаете жить тогда не на что будет я буду просто сидеть и этим заниматься понимаете все мы хотим зарплату хоть какую-то и так далее если вы скажете какую тему я прям подготовлюсь я люблю это с примером всеми делами так а построением Вы снова детской одеждой занимаетесь? Сказо видно, что человек не наш. Не наш человек. Мы вообще не занимаемся ни мужской одеждой, ни женской одеждой. Какие там... А, детская. И не детская одежда. Мы не занимаемся ни мужской, ни женской одеждой. Мы строим на объект, нам без разницы. Мужчина перед нами, женщина перед нами, ребёнок, памятник 10-метровый. Ну, что ещё перед нами? Ну, вот тумбочка перед вами. Это без всяких. Вот тумбочка. Перед вами тумбочка. Вы говорите, мне нужно построить чертеж этой тумбочки. Вы научились строить чертеж этой тумбочки. Вы ее взяли, измерили. То есть вы берете на объект, строите вот это лекало, которое когда его склеите, сошьете, ровно повторит эту тумбочку. И вдруг я к вам прихожу с другим вопросом, говорю, а вы можете на маленькую тумбочку лекала отдельно построить? Вообще, вот вы проходите отдельно такую тему? Скажете, нет, зачем? Я же вот умею на объект строить. Какая разница, какого размера объект? Я возьму и точно так же просто на другого размера объект, с тем же алгоритмом, с тем же вот здесь рассуждением, с тем же думаниями мы построим, да, на другого. Вот у нас точно так же фигуры. Неважно, какого она размера, это объект. Потому что мужчина может быть с такими грудями на животе, как будто он вечно беременный, еще и бюстгальтер ему можно надеть. У него там поболее, чем у некоторых, груди висят. Если, как говорится, одно место там не брать в этот, это женская фигура полная, да. Или бывают женщины в тип пловчихи. Вот такие широкие плечи, вам не видно, да. И узкий таз, и вот здесь ничего нет, прыщики торчат. Мужской тип фигуры. Если по классическим всяким там вот этим, у меня же метод, понимаете, у нас авторский метод СОК. Почему к нам идут, во-первых, даже переучат, не переучатся, а повышать свою квалификацию с других методов. Мы даже удостоверение государственного образца выдаем. У кого? У вас дипломы, у конструкторов и у партных. Дипломы. Удостоверение там нижнего белья мы выдаем. Вот. Я аж удивилась, когда вы сказали. Просто у наших студентов нет таких вопросов. Детская фигура, не детская фигура. Фигуры. Фигура, она и в Африке фигуры. Берем и на нее строим. Ребенок что, тело короче? Так у нас и мерка там будет, длина торца. Что, пузико больше? Так и женщина, и мужчина с таким же пузиком может быть, и с такой же постановкой тела вперед, и вот с такой же походкой, понимаете? Вообще нет различий. Просто различие, что сколько вы будете откладывать, отрезки какие. Надеюсь, понятно объяснила, что на любой объект, женщина, мужчина, основы мы строим. Так. Видео сохраните, попытаюсь, сейчас попытаюсь. Не отключат нас еще. Так, ну все, девочки, смотрю, что вопросов нет, да? Приглашаю всех на базовую основу, кто хочет. Вот так вот двухмесячный курс у нас будет с 29-го. Кто хочет любые базовые основы себе настроить, а потом, вот у меня уже выпускники есть, я этот курс недавно придумала, чтобы не 9 месяцев заниматься и не 6, а именно кто уже профессионал, ну как профессионал, я не говорю, что они с образованием, просто кто долго этим занимается, вот эти построения воротников, моделирование, им это не нужно, им нужны базовые эти основы. Пожалуйста, два месяца, и мы с вами их все проходим. Но есть выпускники, которые хотят еще и моделирование. Вот эти вот встречи будут у нас в моделировании, которые я говорю, пишите темы в Телеграм. Все, девчонки, я закругляюсь, потому что мы уже с вами полтора часа сидим. Очень-очень-очень приятно, что вы все пришли. У нас скоро будет... А завтра я про шапку вам, ну шапка как шапка, ну попросили рассказать, я расскажу, но я расскажу в сторис. То есть не так вас собирать, чтобы вы все были, а в сторис. Поснимаю сторисинки, как она просто очень простая. Потом у нас... Я забыла, у нас какая-то тема на носу. Вы все проголосовали? Господи, что я хотела сделать? Я же говорю, я сегодня перепутала, что вообще сегодня прямой эфир. В общем, какая-то тема у нас на носу, я ее уже готовлю, главное. Я вот сейчас смотрю, у меня там грация саппор включена, вообще по другой теме, поэтому не могу вспомнить третью. Все, спасибо большое. Пытаюсь сохранить. Приходите на базовые основы. Пишите в директ, и мы вам подробности вышли. Все, до свидания. Пока-пока. Что нужно сделать? Нажать на кнопочку, наверное, давить? Чик. Да. Завершаем.